Основы бережливого производства – это понятие ценности, сущность – это устранение потерь и базовый принцип создания потока единичных изделий. Давайте разберем, что такое ценность. Кто определяет ценность с точки зрения товара? Потребитель. То есть ценность – это способность продукта, ценность. Слово «ценность» в бережливом производстве означает, что это способность продукта удовлетворять ожиданиям потребителя. Вот в чем ценность для меня вот этого фломастера? Какое ожидание? То, что, взяв его руки, вы понимаете, какие действия вы можете себе пользоваться с помощью существования. Ну а конкретно? Красная линия. Красная линия, да? То есть мое ожидание – то, что я могу им сделать красную линию. Оно удовлетворяет моим ожиданиям? Удовлетворяет. Ну, вторичное ожидание, что он еще эстетичный, в принципе, приятный. Колпачок есть, то есть не падает, да. То есть, как бы, в принципе, вот это мое ожидание потребителя от этого продукта. Так вот, ценность – это способность продукта удовлетворять ожиданиям потребителя. Вот мои ожидания и вот в чем ценность этого фломастера. Кто определяет ценность? Ну, ценность определяется потребителем, то есть мной. И смотрите, для кого-то, допустим, ну вот если бы он еще был радужный, и тут еще зеркальце было бы в конце, вот здесь вот, чтобы на него смотреться. Могло бы быть это для кого-то ценностью? Ну, могло бы быть для кого-то ценностью, конечно. То есть сам потребитель определяет, что в этом товаре является для него ценностью. Есть же радужные карандаши, значит. Есть же радужные карандаши. Вот теперь смотрите, вот это вот фундаментальный, очень простой, фундаментальный взгляд бережливого производства. Если в продукте есть ценность, которая удовлетворяет ожиданиям потребителя, то в какой-то момент эта ценность создавалась. То есть это же было бы производство, то есть это целая компания, у которой там есть формовка, штамповка, сборка, упаковка, доставка. Ну, много чего было сделано вот с этим фломастером. Вот смотрите, бережливый взгляд – это мы смотрим на деятельность, то, что делала деятельность. Мы смотрим на деятельность. И всю деятельность мы можем разделить на две категории – на создающие ценность и не создающие ценность. То есть были действия, непосредственным образом создавали, создающие ценность ту, которая мне нужна, которая удовлетворяет моим ожиданиям. И действия, которые компания делала, которые напрямую эту ценность не создавали. Согласны? Можем поделить все действия в компании? А теперь те, которые не создавали ценность, мы называем потерями. И потери есть два рода потерь. Первый род потерь мы сокращаем, а второй род потерь мы исключаем. И сущность березливого производства заключается в том, что мы исключаем потери. Вот что такое потери. Это действия, которые не создают ценность для потребителя. И что мы делаем с этими потерями еще раз? Есть те, которые мы исключаем, и есть те, которые мы сокращаем. Но еще раз повторим, что любая операция действия, преобразующая форму продукта, то есть создающая как то есть свойство функцию нужные клиенту, определяя как создающий ценность, в противном случае не создающий ценность. И по-японски потери звучит как муда. Есть разные способы посмеяться над этим словом, но японский язык такой, какой он есть, и это слово называется так по-японски, как оно есть. Но теперь вы знаете главное японское слово в березливом системе березливого производства. Итак, ну вот чтобы так примерно еще раз было понятно, действия, которые допустим создают ценность, вот оно зелененьким выделено, обработка, сборка, упаковка, действия, которые имеют смысл сокращать, это вот они тут перечислены допустим на производстве, и действия, которые нужно исключать, они здесь тоже обозначены. В этом слайде, чтобы просто произошло некое понимание. Ну давайте на простом примере, вот действие, оно создает ценность. Давайте определим, где здесь действие, создающее ценность. В этом производстве. Правильно, когда он кладет кирпич. И как он кладет кирпич? Ровненько. Ровненько, ну да. Я просто хочу обратить внимание на что, что действие, которое здесь создает ценность, это в тот момент, когда кирпич встал на свое место. Все действия, которые пока он нес, кирпич, это потеря. А вот в тот момент, когда тюк, вот это действие, создающее ценность. Как мы здесь можем оптимизировать производство, сократив потери? Конвейер на водоски с кирпичами. Ну да, примерно. Ну или вот сделать подставку. То есть вот здесь мы исключили потерю на производстве, исключили потерю вот это нагибание. Исключив нагибание, мы устранили потерю. То есть потеря – это действие, которое не создает ценности, действие на производстве, которое не создает ценности для потребителя. Ну и поток создания ценности. То есть мы можем представить себе и понимать, что начиная от идеи разработки продукта через разработку производства поставки до конечного потребителя, Весь этот процесс, его можно разделить на деятельность добавляющей ценности и на деятельность не добавляющей ценности. Зелененькие – это добавляющими, красные – это потери. Муды – не добавляющие ценности. Таким образом у нас появляется понятие потока. Потока создания ценности. Или поток создания ценности можно отобразить вот с помощью вот такой карты. Он так и называется – поток создания ценности. То есть у нас есть поставщик, он поставляет нам что-то, материалы на входе, сырье. У нас есть операция – действие, действие, действие последовательное. И зелененьким вот здесь показано, как от действия к действию растет ценность. В итоге мы получаем продукт, который передается потребителю. И вот это понимание, которое мы с вами определили, что ценность содержится в продукте, продукт передается потребителю, а потребитель определяет ценность этого продукта. Ну и вот такая интересная статистика, что большинство бизнес-процессов на 99% состоят из потерь. Вы представляете, какой потенциал для совершенствования 99% действий? Ну, приведу небольшой пример. У многих из вас и из нас есть мужья и жены. И очень часто жены просят мужей повесить картину на стенку. Вопрос. Действие, создающее ценность, сколько длится по времени? И какое оно? Повесил. Повесил, да. Повесил, так? Ну, время, которое нужно мужу для того, чтобы для всех оставшихся процессов. Оно какое? Сходить в магазин, купить шурупы, купить шуруповер, сделать разметочку, взять, подстрочить карандаш, подстрогать, чтобы наметить на стене, посмотреть, ровно ли все. Купить трепь, просверлить дырку. И хорошо, если это так. Сюда же включается потянуться, отложить, подчесаться, сходить, да, подумать, ну и так далее. То есть я просто таким шутливым примером хотел показать, что 99% бизнес-процессов – это потери. И 1% – это действия, создающие ценность. Но без потери, получается, не бывает? Не бывает. То есть должно быть, например, 80%, но все равно и будет. Конечно. То есть есть потери, которые мы сокращаем. Вот, кстати, административное управление, вообще управление – это что? Это действие, которое нужно сокращать. То есть это потеря. Это не действие, создающее ценность для потребителя. Ну и вот все, что мы сейчас сказали. То есть суть философии – это устранение потерь действий, которые не создают ценность через, посредством создания непрерывного потока. Что такое непрерывный поток? Непрерывный поток – это производство или вот конвейер, где время ожидания промежуточного продукта сведено к нулю. То есть мы же можем представить, что в бизнесе мы внутри производим много подпродуктов. То есть ты что-то произвел, передал на следующую, следующему он – это для него твой результат является входящим. Ты взял это, произвел, передал следующему. Так вот непрерывный поток означает, что время ожидания вот этого подпродукта сведено к нулю. То есть я произвел, передал, он принял у меня, произвел, передал, и вот это есть непрерывный поток. Время ожидания промежуточных подпродуктов сведено к нулю или стремится к нулю. Отсутствуют запасы. То есть это не так, что я произвел, 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 жду, а он взял, произвел, взял, произвел и так далее. То есть запасы, отсутствие запасов, время ожидания до использования продукта сведено к нулю, стремится к нулю. И фундаментальный снизу, то есть это опоздание непрерывного потока, и фундаментальный – это непрерывное улучшение самообучающейся самоорганизующейся компании. Непрерывное улучшение. Постоянное. Ну и, да, преимущество ЛИН, оно в чем состоит? Что система на 80% состоит из организационных мер и только 20% составляет инвестицию в технологию. То есть это всегда ЛИН или бережливое производство – это всегда организационные изменения. То есть просто за счет того, что мы переставляем с одного места на другое, как-то по-другому переорганизовываем производство, мы получаем эффективность. Ну что ж, это было бережливое производство. Очень коротко, очень фундаментально самая суть. Теперь вы можете точно ответить и сказать, почему бережливое производство называется бережливым. И что там берегут? Там берегут действия, которые создают ценность. То есть их, наоборот, производят действия, создающие ценность, и устраняют потери. Те действия, которые не создают эту ценность. В первую очередь, придется движением сvas, выявляем его право,